Друзья, всем привет! Я съехал с того отеля, на который делал обзор Acro Barood Collection и переехал вот в другое место, не менее интересное, на мой взгляд, оно не такое пафосное, но в принципе здесь тоже виллы всякие разные, вот можно заметить Rolls-Royce у людей, здесь многоэтажки есть, кстати, кто планирует купить себе квартиру в Турции, вы можете обратить внимание на этот район, потому что здесь достаточно мило у них так, тихо и такая улица тупиковая и рядом скалы, ну в общем нормально здесь. Значит, друзья, я поселился немного восточней, вот в этом отеле беленьком, он называется Falcon. Ну, на первый взгляд он достаточно милый, могу отметить только то, что они мне не сделали ранний заезд, они сказали, что вот я приехал в 12-30, почти что в час, они сказали, что нужно подождать до 2 часов, 2 часа они сделают мне законный мой чекин, то есть 2 часа любой отель в принципе вас обязательно должен заселить. Вот здесь вот рядом многоэтажки, то есть жилые дома, квартиры, живут именно люди в квартирах своих, вот такая открытая территория есть, я думаю в будущем ее застроят здесь, сейчас пока такая парковая зона зеленая. Касательно отеля Acro, вот этого Barut Collection, могу отметить 2 минуса жирных, первый минус это отсутствие пляжа, то есть пляж есть, но он как пирс и для того, чтобы вам покупаться там надо по лестнице спускаться и, то есть песочка нет в этом отеле, это во-первых, во-вторых, в этом отеле у них там проходной двор, натуральный проходной двор, любые желающие, там у них есть клуб и ресторан, 2 ресторана получается есть, один на первом этаже, один наверху на крыше и то есть по сути любой желающий может зайти с улицы, сказать, что он там в ресторан или в клуб, там в этом клубе нет никакой резервации, в ресторан да, нужна резервация, ну то есть люди как бы постоянно идут, заходят, там какое-то время находятся, 5-10 минут, выходят, идут в другой клуб, если им там не нравится и то есть вот этот постоянный поток людей с улицы, он немного напрягает, ну по крайней мере меня немного напрягал, потому что там у нас была в холле елка и прям вот я сидел, работал прям бесконечный поток, очередь людей с улицы, а видно, что они приехали с улицы сфотографироваться возле этой елочки и девочки естественно не могут сфотографироваться быстро, им надо тратить там по 20-30 минут, чтобы сделать несколько фотографий, чтобы потом выбрать хорошую фотографию и ну вот это вот лично меня вот этот поток людей немного напряг, то есть именно вот в этом отеле, в котором я три дня жил, Боруд коллекшн Акро, еще плюс ко всему у них там есть спа, бассейн, тренажерный зал, хамам, вот это все, что с этим связано и получается они продают именно членство в этот спа в тренажерный зал тоже третьим лицам, которые не останавливаются, не приезжают в отель, то есть по сути как бы они не живут там и они приходят с улицы и постоянно вот этот вот поток, поток людей, то есть видно, что люди именно пришли в куртках и они заходят, заходят в спа, заходят в сауну и потом в бассейн и так далее, то есть вот это тоже чуть-чуть напрягает. Есть отели вот такие вот Боруд коллекшн, которые именно я снимал, то есть закрытые, туда никак не пройти, туда охрана не пустит, а здесь вот прям реально проходной двор. Вот мы с вами попадаем в следующий отель, в котором я буду жить, он называется вот так вот Falcon Hotel, по-моему тоже есть велосипеды, я точно не знаю, возможно на них тоже можно покататься бесплатно на этих великах. Этот отель я взял с завтраком, но здесь тоже также можно взять и с обедом и с ужином, все включено. Здесь также можно заказать вот всякие разные не снеки, если вы как бы ну не купили себе all-inclusive и это вот то, что вот 7 до 24 полностью здесь работает, можно заказать еду. Здесь тоже разные новогодние шоу-программы были, но я вам могу сказать сразу, что он сразу бросается в глаза именно вот то, чем здесь кормят, как здесь кормят и по сравнению вот с тем отелем Ахра, конечно же, серьезно уступает, но у него этот отель по стоимости он в три раза меньше примерно. Я не знаю, как там будет у вас на ваши даты, какие будут цены, но вот лично мне как бы сегодня, сейчас, то есть если я захочу поехать в Акру опять, мне надо будет заплатить там 1400-1500 лир. Здесь я могу, здесь я остановился за 400 с завтраком, поэтому ну лично для меня проще кинуть сумку в машину, проехать два километра и как бы пожить здесь. В принципе он тоже неплохой, но конечно же сразу бросается в глаза какие-то мелочи, которые я, может быть вы их даже не заметите, я вот сейчас вам к примеру, ну найду чего-нибудь такое, чего допустим нет там в том отеле. Ну вот к примеру, ну это наверно мелочь, ну вот допустим видите плитка, ободранная, оторванная, они как бы это не ремонтируют. Потом вот это вот летний бар, он тоже ну в таком вот состоянии сейчас. Совсем это мелкие такие мелочи незначительные, но мне они в глаза бросаются. Потом вот видите, тоже вот у них зелень здесь как бы засохла и летом они это скорее всего будут приводить в порядок и вот эта сцена как-то все заброшен. Ну лично мне как бы без разницы, потому что я сейчас просто кину здесь свои вещи, сумки и приеду сюда только вечером поспать, переночевать, поэтому ну теоретически мне вообще без разницы где спать, ночевать, потому что я как правило прихожу уставший и хочу спать и засыпаю все. А вообще в принципе я могу сейчас оставить здесь свои вещи и опять вернуться в агро, единственно ну я там не смогу пойти в спа, так я смогу там полностью всем наслаждаться. Могу там находиться возле бассейна, слушать музыку, могу там на рецепшене работать и я думаю у меня даже там вай-фай будет работать. Вот так вот выглядит блок A, здесь есть рецепшен, снэк-бар тоже тут же. В принципе как бы все то же самое, но просто чуть поскромнее и просто это как бы все так сжато здесь. Тоже есть охрана, кстати вот в этом отеле если нет браслета скорее всего не пустят в отель. В большинстве отелей в Турции такая у них политика, то есть если у вас нет браслетов, естественно вы как бы здесь не живете и зайти вы сюда не можете. Вот видите бассейн закрыт, во-первых нет воды, во-вторых здесь все это зашнуровано. Естественно в акре во-первых есть вода, во-вторых там вы не увидите вот такую грязь, вот это остатки от сигарет, чтобы там что-то у них валялось. Там будет очень хисто, все вылизано, вычищена травка зеленая и вот такого вы там не увидите даже зимой. В акре сегодня будет вечеринка сегодня и завтрак и я поэтому сейчас сюда поеду и я думаю там можно будет покупаться, потому что там бассейн с подогревом и 25 градусов это теплая вода, достаточно комфортно, тем более все солнышко сегодня. До этого мне дали номер с двумя кроватями и второй этаж, хотя я у них попросил верхний этаж. В общем если вам что-то не нравится сразу смело идите на рецепшен, говорите что вам то или иное не нравится, чтобы они либо это поменяли, либо сделали так как вы хотите, потому что когда вы платите деньги, вы должны получать за свои деньги то что вы хотите, а не то что вам дают. Здесь в Турции у них принято оказывать качественный сервис, тщательно выбирайте место для отдыха. В Турции здесь то есть такое, понятно что он стоит в три раза меньше, понятно что ну допустим я здесь сейчас просто переночую, но а кому-то то здесь жить допустим и вот в принципе душевая санузел ну нормально не уставше можно сказать, но сами комнаты видно что старые и отделка здесь такая слабенькая. Самое главное что он чистый, что есть вода чайник и белая кровать и все. До этого было две кровати, я сказал дайте мне одну я хочу спать на одной, все у них вопросов ко мне никаких не было, они молча все сделали поменяли. Этот отель с видом на город, с видом на сад, но когда вы берете верхний этаж вы видите море, у вас частички моря есть. Кстати вода очень красивая такая, если вы любите поспать то лучше естественно в Анталии брать вот такие вот номера, то есть они будут более такие темные и солнце вас не будет утром и днем беспокоить, потому что у вас окна туда выходят и там соответственно север и ничего слепить вас будить не будет по утрам. Ну ставлю этому отелю тройку, не стоит он 400 лир, не стоит потому что возможно это связано с тем что сейчас новогодние какие-то праздники, он должен стоить меньше, потому что за 400 лир я в пяти звездочных отелях роскошных останавливался, посмотрите предыдущее видео. Если вы остановитесь с видом на море, то это вот будут номера вот такие вот справа, как можете видеть и окна у вас будут вот так вот выходить, вот так вот просто на море и все, вот она вся разница и будет солнце очень сильно светить. У нас здесь в отеле просто какая-то невероятная вообще барахолка во-первых нет места, во-вторых все как-то плотно сидят к друг другу, первый раз встречаю такое в Турции, наверное буду на улице кушать. Я решил сегодня прогуляться по Анталии, показать вам здесь местные достопримечательности, возможно дойду до старого города. Вот собственно как раз вот эта вот марина, которая находится возле старого города, здесь также мы с вами можем видеть крепости, вот такие вот кораблики, разные всякие яхты здесь прогулочные, тоже можно отправиться на экскурсию обзорную и погулять вот как раз таки вот там, в северной части и на запад и на восток расходятся именно улочки такие небольшие, маленького города. Там вот есть лифт, можно спускаться на лифте, можно пешочком спускаться, очень удобно и достаточно красиво здесь. Приехали люди и купаются в море, скорее всего они где-то здесь остановились, либо этот уличный пляж здесь рядом и вот пришли покупаться ребята. Как раз мы очень хорошо можем видеть как расположен именно город Анталия, он расположен на такой вот скале, высота у нее около 30-50 метров в разных местах и как правило все побережье в Анталии вот такое вот. Если мы с вами отправимся в сторону Кемера на запад, то там будут песчаные пляжи и если поехать на восток, в сторону Лары то там тоже можно встретить песчаные пляжи, а вот Анталия она в основном вот такая вот вся. И я так понимаю это старый город и старая крепость, вот здесь вот старый именно порт был. Я помню мы сюда приезжали с Сарой несколько лет назад и по-моему ничем вообще это место не изменилось. Там где-то в плейлисте про Турцию можно найти как раз видео про вот эти вот места. Гавань. Но здесь нету яхт новых, они видимо где-то в другом месте швартуются. Здесь именно вот только вот такие вот прогулочные катера и полицейские все. На этот лифт, но такая очередь большая и я всегда думал, не понимал людей, которые ездят на лифтах, здесь можно с такими видами красивыми прогуляться и использовать для здоровья и вообще. Здесь есть туалеты бесплатные и этот лифт тоже бесплатный, но как в Турции любят. То есть они все создают для того, чтобы им комфортно было везде. Очень много, прям очень много, друзья, здесь ресторанов, отелей и вы прям вон можете вот в этом в принципе здесь поселиться в старом городе. И если вы путешествуете без машины, вам это будет естественно удобней, потому что здесь все будет в шаговой доступности и гавани это и вообще все такое вот. Видите, здесь у них тоже всякие разные единороги. Прям вот можно здесь увидеть, какие они массивные были, широкие, укреплен, был очень хорошо этот порт. Часы башни часовая это одна из основных достопримечательностей и собственно вот эта вот набережная и гавань все здесь в одном месте. У них здесь есть также старые всякие разные базары, как мы могли видеть в предыдущих сериях, в предыдущих выпусках. Но я думаю они более европезированы здесь уже в Анталии и скорее всего я туда не пойду. Здесь также мы с вами можем видеть всякие разные различные древние мечети, мердесе и очень много всяких разных музеев, ну и всего такого. То есть если приедете в Анталию, вы обязательно себя здесь конечно же чем-то займете. У них здесь есть трамвай, причем достаточно такие симпатичные трамвайчики. Прям вот они проходят по именно по вот этой части и в принципе можно на них покататься, почему нет. Кошек очень любят здесь, вообще в Турции любят кошек, больше любят их чем собак. Видимо кошки избавляют города от всяких разных крызунов и всего такого. Вот это часовая башня и вокруг нее все вот это значит сконцентрировано. То есть если вы сюда приедете на восток, на запад, все самое интересное. Ну и наверное тоже туда вглубь, на север там тоже много будет чего интересного. Очень много людей, это связано скорее всего с тем, что сегодня выходной день и многие вышли погулять. Здесь еще плюс ко всему хорошая погода, начало января, вот такая вот погода в Анталии. То есть девчонки вот просто вот так в кофточках некоторые, многие люди без курток. Вот это вот как раз здесь одна из самых центральных частей в Анталии. Если туда прямо там будет отель Хилтон, но он мне как-то что-то совсем вообще не понравился. Наверное он только выигрывает расположением, а естественно у него пляжи ничего такого. Здесь в море выхода к морю нет и у него только вот именно то, что он в центре, в самом центре города и как бы все. У меня за спиной сейчас вот именно вот это вот значит набережная, где мы с вами гуляли. И вот здесь такая вот односторонняя, кстати обращаю ваше внимание, односторонняя улица туда уходит на восток. Видите катаются. Вот здесь значит уходит туда на восток набережная. Очередная улица вот такая вот, очень много здесь этих кафе, опять же с едой и здесь можно только вот проехать если на машине, то только на восток. Не люблю когда много машин и когда много людей. Мне больше нравится когда природа и я могу подальше от вот этих вот чужих мыслей побыть. Здесь с северной стороны вы найдете вот такие вот интересные ворота первого века. Вела к ним дорога из самого Сиде. Это римские в общем все сооружения здесь. Римляне любили вот такое вот строить дело. Ну на самом деле выглядят очень массивно и нужно ответить, что завораживающее такое зрелище. Мы сейчас с вами как раз попадаем в старый город, то есть здесь тоже такая была стена, крепость, значит город крепость это был. И по кругу это все вот огорожено вот так вот старые домики, древние такие очень красивые улочки здесь. Вообще в любом более-менее большом городе в Турции вы обязательно встретите вот такой вот колоритный старый город с разными всякими магазинчиками, ресторанчиками. Отели опять же здесь будут. И как я уже говорил ранее, здесь более все такое европезированное и уже заточено под туристов, чтобы развлекать туристов. Такие бары естественно. Вот те восточные города, в которых мы с вами путешествовали, они конечно же кардинально вообще отличаются. Во-первых здесь как бы цены в большинстве случаев они будут в евро уже указывать и очень много туристов. То есть вот 90% кто здесь гуляет это либо русскоговорящие, либо с Европы откуда-то люди. Ну естественно нужно отметить, что у них здесь это все организовано очень хорошо. Вот это вот по полу идет специальное такое покрытие для людей, которые плохо видят, чтобы они здесь могли тоже погулять, себя комфортно почувствовать. Вот это вот тоже гостиница, причем с бассейном, с рестораном со своим, она просто на территории какого-то древнего здания построена. Потому что вот это вот раньше так делали специально, чтобы компенсация была во время землетрясений, чтобы здание не рушилось и за счет этого оно крепче держится, стены. Все везде вот у них здесь пронумеровано, отметки какая улица, куда идти и место интересное. Обязательно погуляйте здесь если окажетесь, вот прям вы можете поселиться в какой-то вот в такой вот гостинице с бассейном и будете ее вот как-то вот так вот шить. В любом отеле, в любом ресторане есть туалет, уборная и в принципе теоретически можно попроситься, ну вам либо откажут, объяснят где здесь публичный туалет бесплатный, либо естественно вы сможете воспользоваться туалетом или покушать. Они здесь видите вот прямо так вот стремятся поддерживать какую-то зелень, создают такое вот, привлекают именно каждый, каждый отель по-своему как-то привлекает гостей. Либо они будут как-то украшать, это интересно, либо еще что-то делать. Много здесь всякого разного, золото продается, серебра, антикварные всякие штучки здесь можно тоже найти, старые вывески, магнитики, интересно сейчас магнитики вообще кто-то покупает, напишите пожалуйста в комментариях. Мелочь, да это гигантский большой прям лавка здесь, антикварные вещи и предлагают продают здесь, можно купить ключи, вот такими ключами раньше люди пользуюсь. Можно даже сказать, что я впечатлен, но очень много людей, во-первых много туристов приехало на новогодние праздники, во-вторых сами по себе местные жители тоже на выходные видимо приехали может быть со Стамбула или с какой-то центральной северной части Турции, чтобы здесь провести время в тепле. Да, я прям иду иду и эти улицы, они вот так вот расходятся, то есть здесь вот это вот одна из центральных частей, центральных улиц, она проходит туда прямо до конца, я сейчас дойду и потом она уйдет налево туда в парк, направо будет Марина, а налево она уйдет туда в парк и ну здесь можно прям хорошо так погулять, вот. Осьминоги есть, вот такие какие-то черные рыбы есть, креветки, также здесь мяско можно покушать, примерно около пяти часов здесь наступает закат, именно в вечернее время вот в таких вот местах, в таких вот ресторанчиках, если вы приедете, то здесь прям вообще классный будет закат. Вот туда собственно идет дорога, вот именно в отель Рамада, туда где там большая парковка, где я машину оставил, и у меня за спиной осталась Марина, именно вот эти где лодки стоят. За полдня можно здесь все обойти. На эту площадь лучше всего, конечно же, приходить на закате, здесь вот такая есть рука интересная, то есть она как будто бы держит солнышко, и когда солнце заходит туда за гору, оно подсвечивать начинает вот эти вот окрестности. Решил сейчас здесь прокатиться по вечерней набережной, этот район вот где я живу называется Мурат Паша, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть это вот именно набережная Анталия, где вот эти вот все такие вот рестораны фишемебельные находятся, и всякие разные парки. Здесь отели хорошие, вот здесь ковали такой, бисстро-бар, ресторан. Что еще? Сейчас дальше проедем. В общем, к чему я снимаю это видео? К тому, что я в какой-то момент понял, что оказывается вот это вот все включено в ресторанах, в отелях. Это, ну, не совсем хорошо, потому что, во-первых, это приедается быстро, и это один день, два дня можно покушать, потом в какой-то момент вы, допустим, уже не хотите кушать то, что готовят для всех. И вы хотите, ну, к примеру, прогуляться там в один ресторан, сходить в другой ресторан, и походить. Здесь каждые рестораны по-разному удивляют, интерьер сменить. Вот как раз пошли рестораны, которые прямо рядом с отелем Маун Лара. Такие машины здесь прямо такие симпатичные всегда стоят, и у них прям такой красивый интерьер. Ну, и вообще ресторан, я думаю, хороший. Экстерьер красивый. А вот как раз-таки прям сразу по курсу этот отель, которым я вам снимал, Акро. И это все здесь рядом. То есть, ну, по сути, вы там как бы остановились, здесь вот парковая зона такая прогулочная. Вы можете посадить сегодня в один ресторан, вот Балыка там, скорее всего, будет рыбный ресторан. Завтра в другой сходите. И вот так вот каждый день какая-то у вас будет смена обстановочки. Друзья, вы просите снимать еду, то, что я заказываю покушать. В общем, у меня сегодня чай, как всегда. И я заказал стейк вот такой вот. Он стоит примерно 7-8 долларов, что-то в этом плане. Ну, относительно немного для Алматы. И вообще здесь поужинать можно где-то за 15 где-то долларов максимум. То есть, в хорошем и приличном таком месте. Я попробовал, что очень вкусно.